В 49-й школе Улан-Удэ детям рассказали, как образовалась МЧС и как правильно вести себя в экстренных ситуациях. А темой занятия стала гражданская оборона. Ребятам показали первые средства защиты при чрезвычайных случаях. Также я принес сегодня еще костюм Л-1. Есть общий войсковой защитный костюм ОЗК сокращенным. И вытаскивается все, что находится в нем внутри. И укомплектованность – это две перчатки, верхняя часть костюма и такие вот штаны. Таким комплектом общий войскового защитного костюма должен уметь пользоваться каждый, потому что в случае экстренной ситуации он временно защитит от удушья угарного газа. А следовательно, время на спасение станет больше. Первое, я всегда говорил и буду говорить, это не поддаваться панике, соответственно, следовать инструкциям. Которые ранее уже были написаны. Детям рассказывают на таких вот уроках не только мы. Есть специальные учителя, есть специальные уроки, которых должны, обязаны показывать, как нужно действовать в случае чрезвычайной ситуации. Такие уроки проводятся в каждой школе России регулярно и называются «Безопасность жизнедеятельности». Именно на них дети узнают о том, как спастись в экстренной ситуации или о том, как в нее не попасть. Такие встречи очень полезны для детей. Потому что именно мы в такой совместной деятельности должны учить детей, как поступать в той или иной чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть на жизненном пути наших ребятишек. По словам директора 49-й школы, детям с ранних лет необходимо объяснять, как правильно вести себя в экстренных ситуациях. Ведь так можно успеть спасти жизнь не только себе, но и ближнему. Иктина Лестратова, Татьяна Усольцева, Алексей Ромашов. Новости дня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...